Добрый вечер, друзья. Мы на моей кухне, она же из-за малогабаритной квартиры и мой кабинет, и моя мастерская. Сейчас идет заготовка семян, которые я не собирался заготавливать, но жизнь заставила. Это уссурийские груши, они раньше поспели, только начали поспевать яблони и культурные груши. Немножко я вас познакомлю, только сейчас я был в Чернобаево, не сейчас, а утром, вот. И там вы увидите фильм раньше или позже вот этой записи, где мы соревнуемся с ним. Я специально устроил такое шутливое соревнование, кто круче. На какой-то момент он меня обошел, и я вас с этим поздравляю, потому что так оно и должно быть. И так, когда-то у нас царствовали вот такие яблочки. Это Антоновка, правда уже немножко измененная. У нас царствовали слава Мичуринска, ну это у нас, это у меня. Вот. Жигулевские тоже замечательные, только они бывают и в два раза крупнее, но это в год вообще не показательные, все мелкое. Вот получились у меня еще, получились у меня еще баргузины. Вот они, баргузины. Так, это все вроде бы мое. Вот. И что еще показать? Ну это внешний антураж. Про глуши мы сегодня говорить не будем, я готовлю поднимательную съемку, да уже много наговорил, это так сказать. И сейчас расскажу о самом интересном. Итак, что где Чернобаев Леонид Дмитриевич попытался меня обойти? Вот. Здесь нет несколько крупных сортов с моего сада, потому что они были сожжены жестоко, беспощадно. Вот. Но дальше продолжать эту тему не могу. Теперь я не фермер, бывший фермер. И я придумал шутливое соревнование между профи и любителем. А так как я все-таки бывший фермер, то меня уже нельзя. Который вырастил, у меня плодоносило полторы тысячи взрослых яблонь, еще много чего еще, кроме яблонь, то я не могу себя назвать любителем. Поэтому я в последних фильмах, передачах, вебинарах Чернобаев представляю, как лучший садовод-любитель от Урала и до Дальнего Востока. Я сюда включаю западную, восточную Сибирь. Вот. Потому что все, что мы делаем, все у нас основано на подвоях. Кчетин сказал, специальные. Какие они специальные? Сибирь, Ранетки, Манджорский абрикос по двое. Вот. Вишни по двое. Просто вишни. В общем, ничего оказалось бы особенного, результаты видите. Итак, в виде полушутки представляю вам сорта, которую вы еще мало знаете. Вот. Сегодня он меня удивил. Нет, до этих я еще доберусь, до вот таких. А пока он меня удивил сеянец. Я назвал его сеянецем Чернобаева, вот. Потому что он просто в голом месте обнаружил яблоню из ничего. И она оказалась довольно культурной. Ее кругом сады культурные, видимо. А он это за колеси собрал. Видимо, птицы отнесли семена от очень культурных сортов. Кто у нее родитель, теперь определить практически невозможно. Мы пробовали, они оказались сладкие. Легонькая кислинка, но и сладких. Вот. Значит, что было сделано. Я у него таких вот, эти забрал наглую, и семечки из них будут выковырены. Значит, почему вообще, сейчас до самого главного доберусь, почему вообще эта коллекция родилась? Не коллекция, а вот как ее назвать-то, вот это вот панно, или как это. Это не выставка, это вообще из головы все умные слова вылетели. Вот. И, вернее, Саша, что бы еще умнее сказать. Значит, что дальше? А самое главное, в чем состоялось соревнование? На какой-то момент самое крупное яблоко, которое я держал в руках, было не вот это, а вот такое. И оно весело 450 грамм. Вот. В какой-то момент, да? Значит, друг, с такими яблоками мы с вами уже были знакомы по прежним годам. Вот. Его название апорт 600-граммовое. Ну, согласитесь, что он заслуживает такое громкое, такое озвученное название. Вот. Вот это апорт кровавого-красного. Вот это я привез со своего сада. Но родители его, красный отец его, это все-таки Чернобаев. Вот. Все раз говорю, вот эти апорты кровавого-красного и апорт 600-граммовое, он привез лично, и о чем есть специальный фильм. Вот. И еще он раздобыл веточку, еще с ним знакомлю. Это, они, правда, не все такие красивые, большинство было до раза мельче. Вот. Это, 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 это мичуринская шорт. Бельфер Китайка. Замечательный шорт, очень вкусный, я пробовал. Почему пробовал, потому что он же со мной поделился, мы. И 80% его сада, даже 90, это из моих черенков. Вот. А 20% со стороны, значит, получилось вот это со стороны. Вот его, и вот это со стороны. Еще раз подержу в руках. Здесь 500 грамм, наверное, ка есть. Так. Еще раз говорю, Чернобаева. А вот это было мое. Так. И вдруг на этот момент случилась такая вещь. Почему появился этот вернисаж. Ахвернисаж, Ахвернисаж. Так. Переименовываю. Ахвернисаж, Ахвернисаж. И так есть такой замечательный садовод Александр Владимирович. Живет в Каменогорске. Ему исполняется 60, с чем я его поздравляю. Эх, молодежь, молодость. 60 лет всего-то. С высоты моих почти 70. Что я скажу. Что он сделал крупнейший заказ. Он у меня в виде семян выкупил всю, этот, как его назвать, все, все. И весь катавок. Но ему оказалось мало. Приходит заказ от него. 500 семечек подавай. И не просто 500 семечек. А вот это было минимум 10 сортов. Это получается по 50. Лучше из лучших. Я схватился за голову. Пока я сидел, думал. А их же еще надо ждать. А у меня, что думаете, не воруют. А гости, которые любят набивать карманы, сумки, фруктами. Их же никто, гостей, не отменишь. Потому что они покупают саженцы. Каждого надо угостить. Вот, чтобы он купил. Продает же железов Сергей. Эти же апорты, да. Когда-то началось с веточки. А Чернобаева размножили. Это все несколько лет. И готово теперь уже и сами торгуем. И вот тогда я посмотрел на это яблоко. И поехал, собрал все, что у меня оставалось. Вот они. Вот тут вот они. Вот тут вот я не собрал у себя последнее. Не знаю, что... То есть понял, что мне надо эти 500 семечек еще отработать. Перевод. И пока я думал-думал, позвонил Чернобаеву и говорит, твой Golden Delicious явно 600 граммовый. У меня тот же шел с дыбом. Как, чего? Значит, объясняю, почему он сказал мой. Дело в том, что единственное яблоко из этих вот, вот это вот самое огромное, я привез сегодня из сада Чернобаева. А почему он сказал мой? Когда-то веточку я ему дал, а он волшебник, а он заслуженный художник, он еще взял, он еще и прекрасный садовод. Я ему уже как садоводу, да, потому что у него коллекция выглядит круче моей, у него там все-таки частный сектор, ему как-то легче сохранить. Вот, и качество, и садов все те же. Вот, я бы ему уже, как вот пример, как бы его назвать, пример, пример самоотверженности, пример фанатической преданности этому делу. Я бы ему уже государству премию выдал. Вот, по мне плачут две Нобелевские, но об этом Нобелевский комитет почему-то не знает, наши стесняются. Вот, мы же это, как сказать, немытым релом, куда нам соваться-то, в коварский ряд. Так вот, да, и вот такие как-то они, все мои разведки, все сайты проверены крупнейших научных учреждений, ничего подобного нет. Поэтому я и сказал, что Чернобаев заслуживает Нобелевскую премию. Сравниваем, это же сорт мой, вот он справа, а это сорт Чернобаева, обошел меня грамм на 50. Вот, вот это было одна, как его назвать, соревнование. Второе соревнование я тогда, чтобы его раскрутить, вот, как раскрутить, вот, на эти вот, а тут найдется пару десятков семян для Александра Владимировича из этого, из Каменогорска, да? Представляете, вот эти вот апорты. Пока в руку не возьмешь и не поймешь, какое оно огромное. Вот оно. Почему оно такое изуродовано? У меня Тиморска Тимофеев, внучок, сказал, что с ним сделал, опыт оставил. Ну, ничего, значит, вот это все, семена поедут к вам, Александр Владимирович. Так, поедут мои жигулевки, вот они, я ими занимаюсь 30 лет, и в этом году они самые мелкие. Вот, посмотрите, есть какая интересная деталь. Вот, если приглядеться к ним, вот они, вот это вот место, да, оно не то, что отгнивает, оно становится прозрачным, здесь максимальное количество сахта. Это в зимнем сорте жигулевской. Они, у меня, такие яблоки висят до упора, пока не украдут, или пока не угощут, или пока они не упадут, они, когда падают, они уже становятся не зимним, а осенним сортом. Вкуснючие, да вы и так видите, у них, они как, они, кислинки-то всегда зимние все-таки, еще лежат до апреля, вот, но перележат, могут и портиться, видите. Так вот, Александр Владимирович, тоже к вам поедут семена отсюда, я 500 семен обещал, 500 и вышлюх, вот, а может и больше. Колновидные баргузин, у меня они, кстати, на балконе основная коллекция, я просто здесь, учитывая место, видите, я собрал вот так, там на балконе еще лежат, лежат баргузины, то есть может еще кому-то семечки понадобится, вот, лежат пипины. Ну, учитывая, вид у них непрезентабельный, почему, ну, потому что, еще раз говорю, жду, когда упадут, лежат, лежат, потом сыграю на семена, чтобы у меня семена были вот такие вот, абсолютно спелые, я фактически гною. Показать бы, как гною, ну, это на балкон, ладно, поверьте на слово. Так, замечательный шорт, мне он очень нравится, просто чудо, это слава Мичуринска, зимние, твердые, пустые, твердые, это не значит, что плохо, это значит, что долго лежать будут. Вот, так, и про груши еще раз скажу потом, но все-таки, так как вы несколько сортов груш, Александр Владимирович, заказали, вот, это средний размер, выдающиеся были процентов на 40-50 больше, но в других фирмах видели, их выдающиеся не так много. Это гигант Подмосковья, я еще пользуюсь в таких случаях, передаю привет Мараховской Ирине Владимировне, только за один шорт этот, ну, нет предела моей благодарности, потому что мало того, что огромные, у меня, я держал в руках яблоки, крупнее вот этих, они были абсолютно несъедобные, вот, а груши вот эти оказались не просто съедобные, а вкуснючие, вкуснючие, несмотря на сумасшедший размер, еще раз говорю, это как бы мелочь, по сравнению с теми, которые на дереве были, ну, в мелочи, в мелочи мы уже съели почти все, так вот, получилось так, что соревновались мы так, он меня, у меня измельчали жигулевские, у него укрупнились бельферки тайки, у меня, значит, измельчали апорты, у него апорты, в прошлом году были мельче, в этом году достигли своего предела, хотя год-то самый неподходящий для этого, значит, я его победил, потому что, чтобы вы не говорили, что это его дерево, но он дает мне должное тем, что вот эти яблоки родились благодаря веткам с моего сада, вот такое соревнование, и скажите, кто из нас победил? Правильно, победила дружба, вот, потому что в фильмах вы еще увидите в его саду мои персики, в его саду мои роскошные сливы, вы увидите в его саду десяток сортов моих вкуснейших груш, вот, смотрите, здесь узнали какое-то чудо, но про груш и разговор будет потом. В общем, я не подведу вас, Александр Владимирович, вы один из немногих, кому я персонально с кем занимаюсь, потому что загляните в мой каталог, что вы увидите, правильно, там написано, ассорти, семечек крупноплодных вкусных груш, только естественно вкусных, естественно крупноплодных, но ассорти, то есть там перемешано все, там вот семена, и такие, и утуралы, которые мерчие, которые еще мерчие, вот, эта ассорти достанется тем, с кем я не работаю персонально, но в этом и заключается даже загадка, даже какое-то волшебство, не зная заранее, что вырастет. В целом говорить о качестве, повторять о качестве, этот вопрос мне задавали уже сотни раз, я отвечал всем, и по-всякому, и каждый раз, обтекаемо, молите Бога, чтобы повторилось, вот, потому что есть замечательный садовод, еще один волшебник, в Черемушках живет, Борис Ботнер, я его тоже, я вот много лет называл лучший садовод-любитель Сибири, но дело в том, что, стоит человеку, он начинает продавать саженцы, вот, он как бы переходит разряд профессионалов, в Чернобае саженцы не продает, так вот, и яблони, и груши, и сливы, и абрикосы, и особенно черешни, все это Борис Иосифович Ботнов, вырастил, из магазинных семечек, он совершил свой личный подвиг, который не понадобился России, представляете, своими руками, со слезами на глазах, спилить 15-метровое дерево, в основании метра, диаметра, вот такое он выпилил, черешню, науке она не понадобилась, вот так, друзья, вот на такой грустной теме, я тоже в этом году выпил десяток дерев, в том числе вот с такими грушами, они, это, замечательно, они сильно много, и когда сильно много, они не очень вкусно получаются, в общем, граница, это вот, специально я у него взял, сфотографировал, и семечки вышлю уже в другое место, это уже не в Оске-Миногорск на юг, а на север, Красноярск, Манский район, там, где было сказано в письме, до минус 50, а это сиенец, а человеку хочется все-таки сладеньких, а они сладенькие, а это сиенец, который вырос самосевом, и никто ему не помогал, вот что получилось, это уже поедет на север, и как ответить на вопрос, сохранятся ли качества, вы посадите семечки, кто-то из вас с этих роскошных опортов, да, что вырастет, я не знаю, но, есть пример положительный, есть пример Ботнера, будем ждать чудес, ну что, друзья, спасибо, что вы меня высушили, посмотрели, на эти чудеса, желаю вам иметь нечто подобное, потому что сказки про белого бычка, ах, не может быть, ах, ничего нигде не растет и не может, связано с тем, что, повторяю, коротко за одну минуту, вот, уничтожается дерн, уничтожается, перекопка, уничтожаются корни, уничтожаются черви одновременно, подземные ходы, кислород, снабжение кислородом, водой, питательными веществами, все это, лопатой, вот, ужас какой-то, уничтожается снеговой, этих, дерновой покров от защиты от мороза, уничтожаются нижние скелетные ветки, это уже узаконили, уничтожается еще множество веток, где дерево превращается в изувеченный этот самый, господи, какой-то дрова, а потом ждут с него, потом начинают его заливать водой, ядохимикаты, потому что оно тут же начинает болеть, будучи изувеченным, и ни хрена никогда вы этого не получите, друзья, вот, прекратите все это делать, прекратите это, верить этим специалистам, не дай вам Бог набрать где-то в интернете, сейчас уже мало читают, но много смотрят, обрезка саженцев и обрезка деревьев, и вот он миллион просмотров, миллион людей, берет секатор и убивает деревья, вот, а эти деревья никто не трогал, пальцев не подходил, ни к дерну, ни к чему, не формировал, ни это, не улучшал, и задумайтесь, почему же тогда они вот такие вот вырастают, а? Вот, и почему их нету, тех, кто учит, вот, всегда у учителей спрашиваете, а где ваш сад, у питомников спрашиваете, где ваш сад, и вы узнаете, что они не выращивают, они якобы доращивают, на самом деле являются обычными перекупщиками, не знают ничего, все, друзья, моя лекция, аннотация закончена, простите за последние несколько минут, которые все это волшебство фактически стерли, говорить все время хорошее, у меня не получается, до свидания, не знают ничего, потому что это не знают ничего, но это сэр 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 Продолжение следует...